у вас идет все хорошо хорошо допустим у вас получается там вы как журналист пишите тексты да или как строитель кладете кирпич все прекрасно один прекрасный момент не идет и все не получается и все то есть вот здесь возможно этот сглаз возможно это сглаз даже возможно и никто не виноват возможно даже вы сами себя изглазили что ва какого не хорошо получается о какой я и тем самым вы свою работу свои поступки свои дела и самого себя сглазили или кто-то вокруг поэтому наш любимый пророк учит чтобы вот это не происходило когда мы видим что-то хорошее красивое только скажите субханаллах скажите табаракаллах субханаллах как красиво у тебя получается о сынок субханаллах как-то пятерки много стал получать да и вот этими словами мы убираем сглаз даже самый близкий самый любящий человек он к сожалению может сглазить в одном из своих изречений наш любимый пророк сказал что перед судном днем большинство смертей будет именно из-за сглаза вот здесь тоже мы конечно должны остерегаться и даже нелюбимый человек сосед там еще кто-то по телевизору увидели что-то хорошее конечно же нужно сказать субханаллах табаракаллах чтобы наш сглаз не коснулся этого конечно же это может быть внутренним состоянием то есть никто извне не повлиял нас глаза нету просто человек устал выгорел и вот здесь один аксакал я помню как сказал вот когда мы работаем в это же время мы должны успеть жизнь не забывайте что вы не только работник но вы и муж и жена и отец и родственники сосед вот этот баланс обязательно старайтесь соблюдать что касается жены женщин женщина она отдыхает в социуме то есть она дома она воспринимает дом как работу и надо готовить и остальное то есть у женщины выгорание но наверное происходит не на работе а дома здесь конечно вопрос сглаза он может быть а может не быть и поэтому есть определенные правила через которые мы можем защищаться от сглаза и вернее не делать сглаз другим людям здесь вот эта вещь должна быть обоюдной мы как нам защититься каждому же не скажешь когда мы вышли с ребенком допустим на улицу скажи субханалла скажи субханалла каждому же не скажешь об этом что делать здесь конечно же мы должны постараться вот помните у нас вторая в традиции есть там когда дети приходят домой там точечку на лоб делают да там и блестяшку какую-то повесят это для чего делается вот этот точек она не сама по себе не защищает она отвлекает наш взгляд то есть мы смотрим на что-то красивое и смотрим уже не на ребенка осмотрим на эту точку смотрим на какую-то брошку на то есть вот даже на милые дамы когда вы выходите на улицу чтобы вас не сглазили возможно какой-то себе на платочек брошку повеси которая так прям светится от солнца до чтобы от вас отвлекали и именно на вас не обращали внимание обращали внимание на эту брошку выходя из дома чтобы мы были защищены у нас должен быть тахарат выходя из дома мы читаем молитву до говори бисмиллахи рахмани рахм как минимум если мы не знаем а я только все и другие вот минимум бисмиллахи рахмани 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 и с утра сто раз мы говорили уже об этой молитве прочитал сто раз алла бишься к тебе не приблизится сглаз и ничего не причинит тебе вреда конечно же мне обязательно говорить хвалить там вас восхищаться можно просто внутренне посмотреть и уже сглазить да говорят же ты кора кузля черный глаз у него такой черный то наверно не в плане цвета больше наверно в плане того что вот глаз тяжелый на глаз тяжелый здесь конечно же у кого-то кто чувствует что у него он не хочет причинять вред но у него так получается то обязательно вот эти слова чтобы он всегда повторял про себя да там увидел субханала пусть про себя эти слова правда повторяет если мы все-таки обратим внимание на изречение пророка что большинство смертей перед судным днем будут из-за сглаза и обратим внимание на медицину то есть есть некоторые болезни которые мы до сих пор не знаем откуда они появляются рак другие болезни когда множество смертей связаны с этим возможно как раз вот эти две вещи и связаны пусть всевышний убережет конечно же здесь врачи предполагает что и стресс и сглаз здесь мы должны понять что все от свершнего и не бояться этой вещи защищаться не зацикливаться на этой вещи и просить алаты ляда защиты и тогда лат или конечно защитит сто процентов мы нельзя сказать потому что даже пророк ему что же не сглаза ему делали сихр на сихр что пророк чуть не умер хотя он всегда был пророк тахарат блян да он всегда был с гуслем с тахаратом но все равно это его коснулось здесь сто процентов мы не можем сказать просто всевышний может сделать так что это коснется нас в изречение есть у пророка где он говорит если весь мир соберется и захотят причинить вам пользу но не будет на то воли всевышнего то они не смогут причинить этой пользы если весь мир соберется и захочет причинить вам вреда если не будет на то воли все вош voila то не бой то конечно же коснется или не коснется заболеем или не заболеем зависит от аллаха но мы должны просить у него защите обереги да вот детей отправляем в школу в садик защите обереги сами идем на работу садимся в машину бисмиллах ерахмленр хаим защите обереги всегда всегда мы должны просить его то есть ноше сердце было всегда связано с ним Есть любимый вид фиников, он называется Эджва, вот такие они небольшие, то есть сейчас мы видим, что есть разные финики, есть большие, королевские, такие-сякие, то есть вот есть, именно называется Эджва. Это любимый пророка финик, и он сказал, кто в день будет их съедать семь штук, то его сглаз не коснется. Поэтому, если есть у вас эти финики, конечно, постарайтесь их кушать. Традиции множества, которые мы же все-таки живем в мультикультурном мире, которые приходят со светского общества, с христианского, с древности, когда поклонялись идолам, еще что-то, кто-то через плечо плюет, кто-то по дереву стучит. Ну, ислам к этим явлениям никак не относится, то есть ислам трактует как, что защищает, оберегает не дерево, не плевок, а защищает, оберегает сам Создатель, сам Творец, и поэтому мы обращаемся всегда к нему. В соцсети это отдельный вопрос, когда есть же у нас такие слова, что счастье и любит тишину. Да, и когда видишь, что молодые семьи, там, блогеры, не блогеры, начинают выставлять свое счастье на показ и, там, гордиться просмотрами, конечно, среди этих просмотров может быть и кто-то с дурным сглазом, да, и может сглазить. Здесь, конечно же, осторожно, поэтому старайтесь оберегать свою семью и счастье, оно любит тишину. Это мне напоминает, что иногда люди приходят и говорят, Хазрат, мне сказали, что мне нужно поменять имя, чтобы у меня вот там судьба наладилась, еще что-то, чтобы меня не сглазили, никому это имя не говорить. Ну, понимаете, сглаз, он не касается там имени, да, он там не касается лица, он может касаться в целом, то есть ситуации, вот, вы счастливы, да, и человек просто вот позавидовал этому счастью. Поэтому здесь берегите, защищайте себя. То есть, если вы, вот, видите, ребенка сглазили, ну, чувствуете, то придите домой, омойте себе руки, омойте руки ребенку, лицо ребенку, видите, не помогает, сполосните полностью ребенка. Знаете, допустим, там, кульху Аллах, аляк, нас, почитайте, подуйте на ребенка. Не помогает, потом звоните. Рустам Хазрат, можно мы приедем, или можно вы к нам подойдете, мы, конечно же, постараемся. То есть, имам, Хазраты, они нужны для того, чтобы помогать. Если мы не приносим пользу, не помогаем, зачем тогда мы нужны? Если это преднамеренно и намеренно, то, конечно же, на нем будет грех. Если это непреднамеренно, вот так случается, да, вот он сглаживает, то в этом случае Алла Берсиана в нем греха не будет.